Почему вы к нам обратились? Да, я 6 июля 2019 года проходила сеанс у Елены с Викторией. И в июле, в августе было всё замечательно, всё как-то налаживалось, я так прямо была рада. Но вот где-то в сентябре такие были, ну как бы я, это не медитация, скорее всего, то ли я засыпала, то ли что, на меня были такие две атаки, как будто меня куда-то утягивали просто. И вот энергии такие, я ещё проснул, ну меня вывел звонок просто из этого состояния, я проснулась, думала, вообще непонятно, что это было. И с тех пор всё как-то потихоньку, ну начало рушиться. Одно что-то разрушится, там отношения, тут что-то не получится. Вот, и я как бы такие звоночки, а потом даже дома хотела пройти ещё у Павла Лимонова сеанс. Потом подумала, ну почему, я же у вас проходила, напишу Елене. И она меня записала на 6 марта. И как раз буквально за два дня я увидела вот это видео, Вика с вами, где вы это вот, разоблачение. Я думаю, так, стоп. Я отказалась, сразу же Леня написала, что не надо никаких сеансов. Вот, но тем не менее, я прямо вот чувствую эти атаки. Ну, в общем, хочу прямо полностью сейчас вот очиститься и начать всё с чистого листа, чтобы я сама уже могла вот это всё поддерживать, зная, что, ну как бы тут уже я сама дальше. Да? Ага. Вот. Поэтому я как бы скомпоновала, чтобы много не говорить. Может быть, чисто даже для своего подсознания, чтобы оно прямо сработало у меня чётко сейчас. Я зачитаю, да? Давай, давай. Да, я хочу скопировать и активировать в генетической памяти моей души те афрактальные первозданные чистые энергии, когда наша Вселенная была чистой и свободной. Запустить в моей энергосфере и в моём пространстве процесс регенерации и преобразования всех низкочастотных энергий в высокочастотные. А также подняться на тот уровень, где я буду невидимой, недосягаемой для всех паразитов, интерферентов, колдунов. Отчиститься и полностью отменить все подключки, эгрегоры, практики, программы, блоки, привязки, обряды, магию, колдовство, крещение, своё и, если возможно, моего сына Максима. А также всё чужое и негативное, все источники оттока энергии, всё, что мешает быть здоровой, красивой, уверенной в себе, а также всё то, что препятствует ясновидению, яснознанию, ясночувствованию, яснослышанию. И вот если получится, я хотела бы задать моему подсознательному «я» вопрос по поводу, может быть, что-то мне в каком-то направлении поработать, чтобы открыть ясновидение, чтобы я могла видеть, не только чувствовать, а подкрепить, вот, ну, не знаю, что мне ответит моё подсознание. Также расторгнуть все контракты, договоры и соглашения, подключиться к потоку изобилия, запустить программу на оздоровление, омоложение, процветание и чистоту. И ещё хотела бы посмотреть, ну, «Атлант» позвонок. Вот почему-то мне пришло такое. Посмотрите. Ну, и передать всю информацию об освобождении, о фрактальных энергиях моему сыну Максиму, маме, ну, и всем, кто захочет принять эту информацию от меня. Вот, и прошу моё подсознание показать всё, чтобы полностью проработать и очистить моё пространство. Отлично. Хорошо. Отключите потом микрофон. Готово, Вика? Угу. Хорошо. Сейчас я посчитаю от пяти до одного. Ты расслабишься и войдёшь в наше рабочее состояние. Ты расслабишься и войдёшь в наше рабочее состояние. Два. Один. Что ты видишь, Вика? Где ты? Не вижу ничего. Тёмная какая-то пелена. Так. Нужно почистить пространство. Ну, я вот чищу пространство, и я вижу, что оно уходит туда, в секторе интерферентов. Сейчас я вижу, что... Вот, как бы, рабочее пространство я вижу. Больше ничего не мешает? Ну, сейчас нет. Хорошо. На счёт три найди в эфирном пространстве эфирное тело Елены. Елена. Один, два, три. Вот я вижу её на рабочем нашем столе. Я смотрю со стороны, как выглядит наше рабочее пространство. Как оно выглядит? Вот я вижу себя. Она находится внутри этого шара. Где я нахожусь? Ты находишься сзади. И я вижу, что внутри, в этом шаре, энергия чёрная. Она идёт с... Ну, от меня это правая сторона, а если это Елены, то левая сторона. Ну, и характерная, как уже известно, такая очень плотная и очень чёрная подключка, как шланг. Ты можешь считать эфирное ДНК Елены? Она ли это? Да, это она. Но получается так, что мы с внешней стороны, а она находится с этими энергиями внутри. И я вот вижу этот глаз. То есть этот глаз, это я уже знаю, когда мы делаем повторные очистки, то этот глаз, это символизирует способность этих структур считывать наше эфирное ДНК и влиять на нас. Я одеваю на этот глаз. Сейчас я вижу, что этот глаз имеет как сетку, сетчатый. Просто с сектора... Я так понимаю, что, вероятно, не знаю, что все люди, которые проходили очистку... Ну, даже не знаю. Я одеваю на него отражатель. Да, да, хорошо. Закрывай его отражателем. Также я с внешней стороны, вот, поставила тоже такой, как с отражателем, такой, как муфту такую. Туда, куда она уходит аж. Ну, я вижу, что у нас с тобой поднялись вибрации очень сильно. И вот этот свет иммунитета. Да. Хорошо. Спроси у Елены. Дает ли она разрешение на работу с ней и для нее? Да, она дает. Хорошо. Напиши, как выглядит ее эфирное тело в эфирном пространстве. Она выглядит, как в жизни, очень вид такой измученной, правая рука вот так поднята вверх, зафиксирована. От правой руки идет шлейф в сектор колдовства и магии. А в голове, вот, как, вот шлейф такой черный. Сердечную чакру, такая, как стрела изо льда. Так, дальше, что еще? На левой ноге, левой ноге идет подключка и три гири. Стандарт. Да, к сожалению. Ничего нового. Сердечная чакра. Сердечная чакра, какая-то просто черная рана внутри. Также считывается вот эта лаборатория в секторе магии и колдовства. То есть я вижу, что ее эфирная ДНК как бы считывается доступно. Чего-то идет информация, технократическая мафия. Мафия? Угу. Хорошо. Спроси у Елены, видит ли она все это, что творится в ее пространстве. Да, она видит и показывает на руку. Я говорю, чтобы она показала, каким образом она подписала контракт. Почему ее рука? Я слышу задним числом. То есть получается, что все, кто проходил сеанс, даже за считанные в этот задним числом. Но это же противозаконно? Да. Это противозаконно вообще все, потому что люди заказывали сеанс очищения, они не заказывали и не подписывались на соединение с энергиями Елены. Я говорю Елене, что она может пойти в тот момент и расторгнуть этот контракт, отказаться от сеанса с Еленой Гилео вообще. Хочет она это сделать? Да, хочет. Я вижу, как идет обмен энергиями, ее деньги возвращаются к ней, она расторгает контракт и падает с руки, падает вот эта цепь, разламывается этот браслет. Я говорю Елене, что из-за того, что здесь это все находится в секторе колдовства, то она может приказать всем виновным в этих подключках, в этих программах, на физическом воплощении и в других планах бытия, чтобы они все забрали своими руками, не прикасаясь к ее энергосфере. Она хочет пойти взять эту энергию. Я говорю, что она это может все заморозить. Это ее пространство, она это все может оставить здесь замороженным, чтобы оно не двигалось. А сама вернуться в тот светлый мир высокочастотной энергии, фрактальные, чистые, священные энергии. Вернуть в то время, когда в нашей священной Вселенной не было врага. говорю, что она может показать, куда она пришла. Пусть покажет. она показывает море. И дельфины. все пространство, как бы поет от счастья. Эта земля? Да. Я вижу, как все связано, как все энергии, они связаны друг с другом. Вот вода, дельфины, птицы в небе. Я спрашиваю у Елены, куда она нас привела. Здесь, есть ли здесь в этом времени зло? Она говорит, нет. Я говорю, нравится ли ей энергии, которые здесь находятся? Да, ей нравится. я спрашиваю ее, что она чувствует. Она говорит, безграничная любовь ко всему. Поиск. Я говорю, помнит ли она себя хорошо в том времени, в то время. Я вижу, что она буквально преобразуется. И вот эти энергии буквально прирастают в ней. Я говорю, что в ее генетической памяти есть информация об этом времени, об этих энергиях. И она может попросить свое подсознание пробудить эту генетическую память слиться с теми энергиями благоухания, абсолютной чистоты, священности, гармонии. Получается. Да, я ей говорю, что ей пора возвращаться. Пусть она наполнится этими энергиями и вернется с этими энергиями сюда в это время, откуда мы с ней говорим. Она вернулась. Хорошо. Я говорю, чтобы она наполнялась энергией еще больше и выталкивала все эти подключки, программы, воздействия, одновременно приказывала всем виновникам забрать все ее к подключке программы, энергии и последствия. Карму никто не отменял. Она на этого не заказывала. Пусть забирает все. Я говорю, чтобы она сделала антивирусную программу, чтобы это зло разрушалось внутри, туда, куда она будет возвращаться. Я говорю, что она может взять вот эту замороженную энергию, которая висит вокруг нее, скопировать ее, а также взять отпечаток, скопировать энергию, которую она принесла из светлого прошлого и создать иммунитет, антивирус и распространить эту энергию антивируса по всем этим программам, подключкам. И как только она это будет выталкивать, пусть эти бомбы антивирусные уходят вместе с этими энергиями туда, откуда пришли. И пусть это зло разбирается на запчасти, уничтожается и прекращает и превращается в чистые светлые энергии. Пусть чистые священные фракталы заполняют все пространства светлых вселенных, а также тех вселенных, которые захвачены врагом и все пространства вокруг, чтобы прекратить насилие и зло и превратить весь наш мир в все вселенные в священные чистые вселенные. Зло само себя уничтожит. я говорю, чтобы она готовилась, включала в каждой клеточке своего физического тела, эфирного, эти механизмы воспроизведения этих высочайших чистейших энергий, включила вот этот свой потенциал, который скрыт в ней, раскрыла его, распространяла этот свет по всем этим подключкам, уничтожала их, а также сразу же залечивала все изъяны с энергосферой и восстановила на счет быстрей всю свою энергетическую систему. Пусть она готовится, я посчитаю от 1 до 3, и это все произойдет. Один, два, три. Да, нарушится. я вижу, как она открыла эту колбу, которой был этот глаз закрыт, с отражателем, эти энергии вместе с антивирусом ринули туда, по этой подключке. и сейчас сложилось туда все, и это пространство. Вот, когда человек приходит к нам на сеанс, сразу вокруг него возникает такое, как колба, чтобы стало возможным считывать и наше эфирное ДНК. но так как мы эту загадку разгадали, и это все тоже уничтожается, и все уходит туда, я говорю Елене, чтобы она почистила все свои энергетические центры, все свое тело физическое, на всех уровнях, все эфирные тела, пусть она проверит, отсканирует все эти энергии темные, вот эти тяжелые холодные энергии, пусть все отдают туда, откуда они пришли. Да, у нее это получается, я говорю, а сейчас, чтобы она пошла в тот момент и расторгла, отменила этот сеанс с Еленой, то есть убрала ее из своей сферы, вообще, то есть стерла со всех информационных полей, не заказывала она у нее вообще никаких сеансов, никогда. Я вижу, что она выбирает ее энергию, как ложка, как будто бы, и выбрасывает в портал на уничтожение, и вот это какая-то энергия темная, она отваливается от нее. я говорю сейчас, Елена стерла со всех информационных полей, даже из следы энергетические этой Елены, этих подключек, этих контрактов, ничего не было. я говорю, чтобы все все стирала, чтобы все ее пространство было абсолютно чистым. Кто тут еще там шатается? Все, я говорю, что у нее есть в запасе весь арсенал, атомные бомбы, огонь, чтобы она уничтожила вот это все. Да, вот из сектора интерферента вот там где как дух, слышу дух, вот эту энергию она тоже отправила обратно. Я говорю, чтобы она наполнялась светом. Вот какая-то темнота, она вот буквально борется с ней, как будто бы напала на меня. Я говорю, чтобы она успокоилась и показала мне сейчас на какие энергии, какие блоки в ней находятся в ней самой, почему она себя буквально принесла в жертву. Подписал контракт соглашения на очистку в этой гиле. На счет три она тебе покажет. Один, два, три. сейчас что-то я вижу, что она как будто бы вот какая-то ее часть, даже не ее, это ей не принадлежит, темная какая-то часть находится перед перед ней. Я спрашиваю ее, что это такое, чтобы она отвела в тот момент, когда это образовалось, что это за блок. Она говорит магия. А вот вопрос у меня к Елене. Елена не занимается гаданиями, магией, чем-то еще? Ее конкретно и плотно что-то закрывает? Пусть она ответит сейчас. Да, говорит, что было. Что было? Включите микрофон и скажите, чем вы занимались? Да, было чуть-чуть. Я гадала на картах Таро, пыталась научиться, но потом забросила это. Ну, вот только вот это наверное больше ничего. Хорошо. Отключите микрофон. Карты Таро. Вот сейчас происходит осознание. Они буквально прописаны сейчас у нее как бы в руках, такие большие. Идет подключка прямо в сердечную чакру. И я вижу, что из-за этого, потому что я как раз рассматриваю, должно, когда она отдавала эти воздействия технократической магии вот этой, то должно было произойти замена. То есть ее светлая эфирная часть души должна была вернуться, а черная выйти. А этого не происходит. то есть получается, что часть ее души находится в руках темных. Поэтому я могу вот сказать, что все люди, которые пришли и как стали образно говоря жертвами во время сеанса, на самом деле они их привели к этим повторным подключкам их же блоки энергетические, программы свои. Потому что когда человек соприкасается с черной магией, этот род уже обречен на вымирание. Это запускаются механизмы саморазрушения и самоуничтожения рода. И не имеет значения чем человек занимался. Целительство с какими-то заговорами, карты, таро или другие. Если человека почему-то потянуло к миру тьмы, в этом нужно разбираться почему. Хорошо. Спроси у Елены, хочет ли она отменить тот момент, когда она впервые захотела заняться картами таро, гаданиями. Да, она хочет. Она может изменить. Пусть она покажет, как она хочет это сделать. Я вижу, что был подписан контракт с какой-то сущностью. Сущность похожа на черта. Она называет себя духом истины. И он как будто бы принес с собой эти карты. и он говорит, что взамен отдашь мне свою душу и душу тех, кто придет к тебе. А что получит он? Души всех людей и ее подключки. пусть Елена отменяет этот контракт, расторгает его. Я вижу, как она выхватывает часть своей души. Я говорю, чтобы она расторгла этот контракт, отказалась и зашла в тот момент, когда она впервые начала изучать эти карты Таро и расторгла этот контракт и отменила вообще, никогда этого не было. Она расторгает контракт, она забирает свою душу. Я говорю, чтобы она ее очистила и вернула только то, что принадлежит ей. А все чужеродные программы пусть удаляет. Она это сделала. Сейчас я говорю, чтобы она отменила все эти моменты. Она вообще никогда не занималась этими гаданиями. никогда не хотела служить дьяволу. Да, она буквально вытирает все, вымывает все это пространство со всех информационных полей. Сейчас я вижу, я говорю, чтобы она вернула только то, что ей принадлежит. Она возвращает свою душу и она а вот этот черный шар он уходит и сейчас возвращается ее эфирная днк стойких на магической структуры, которые ее подключила Елене. А черный шар буквально вот кого-то там ударил в голову в этом портале. И сейчас оно все вместе начинает уходить окончательно. И разрушается, просто осыпается как черный пепел. Отлично. А сейчас я говорю Елене, чтобы она нашла ту энергию и ту программу, которая побудила ее подписать тот контракт, чтобы научиться гадать на картах Таро и подключиться к темному порталу. Она мне показывает на родовой пояс древа. Она его как будто бы рассложила на столе. Я говорю, что она показала, где произошла этот сбой. Это генетическая программа. На счет 3. Она покажет тебе именно этот момент, когда произошел сбой. 1, 2, 3. я вижу, что сидит какая-то женщина, у нее очень черные энергии, и она вот черными энергиями что-то делает, как будто бы она посылает такие удары в сторону Елены. Это было до где-то не приходит 11 веков назад. Кем приходится эта женщина Елене? Эта женщина выглядит как будто это Елена. она посылает энергетические шары. Она похожа такая высокая, как будто бы в черном платье красивом. облегающая, длинная. И она руками посылает черные энергии, и они попадают прямо в третью чакру. Кому? К Елене. Так. что происходит дальше? я вижу, эта женщина каким-то образом в руках формирует эту энергию. Она есть проводником. Я спрашиваю у Елены, где она в этой ситуации? женщина. вижу, я что эта женщина это не Елена. Потому что Елена отворачивается, отбиваясь от этих ударов. я говорю, что это означает вот эта женщина с этими она вот так вот руками как-то делает. Сейчас она мне показывает, что это одна из прошлых воплощений чьё-то. Я вижу женщину, которая работает на поле. А вот эта женщина как будто бы в своём пространстве посылает вот эти энергетические удары. И от этой женщины идёт чёрная подключка всех перферентов. Вот я вижу, Елена заходит в тот момент. Она пришла к этой женщине чёрной. и она показывает ей всю ситуацию, которая сейчас сложилась и просит её изменить. Она не хочет изменять эту ситуацию. энергию. Тогда я говорю, что она может... Да, она зовёт эту женщину, которая там работает, и она вытирает руки, и приходит, и вместе с Еленой держит такой, как щит, который отбрасывает обратно эти энергии. Я говорю, чтобы Елена сейчас почистила всё своё родовое дерево, и в том моменте, когда образовалась эта порча, пусть она уберёт все эти негативные программы, которые находятся в самом роду, на которые притянулась эта информационная бомба, эти подключки. я вижу, что она считывается энергией, что это энергия мести, то есть шла ссора какая-то между членами семьи. Сейчас что-то происходит, я вижу, что буквально отпадает. Это как гвоздь такой с большой шляпкой на этом поясе. Вместе с этой ведьмой оно всё падает, отваливается, падает в сектор интерферентов. Хорошо. Я говорю, чтобы Елена всё это отсекла и сожгла в своём пространстве и наполнила весь свой рот, всё своё родовое древо высокочастотными энергиями созидающей свободной вселенной. Получается у них? Я постоянно куда-то попадаю в какие-то другие как будто бы параллельные пространства. Мне приходится оттуда постоянно выходить. У неё как будто бы энергосфера как-то вот прорезана. я не знаю что это такое как будто бы там такие ещё есть дополнительные шахты и когда мы заходим туда я попадаю куда-то как в тупик в какую-то другую шахту. Давай разберёмся что это такое. Мне считывается что это эфирные ловушки. говорю вот какая-то Ольга присутствует. Кто такая Ольга? Я говорю Елене чтобы она мне показала чтобы сейчас она почистила всё своё эфирное пространство и убрала эти эфирные помехи пусть эти эфирные помехи заберёт тот кто их здесь поставил. На счёт 3 она это сделает 1 2 3 Она дала это в секторе колдовства какой-то женщине и она держит эти эфирные ловушки в своих руках эфирные я говорю чтобы она отдала этой женщине все эти программы энергии которые она здесь понаставила вместе с этими эфирными ловушками и она забрала и уходит а Елена закрыла портал и как-то так вздохнула сейчас я хочу посмотреть есть ли в эфирном пространстве Елены программы на потери на счет 3 ты увидишь 1 2 3 да я вижу что есть эта серая программа я спрашиваю видит ли она кто поставил эти программы кто всем знакомые персонам да я вижу тот момент когда она читает аффирмации в конце мне снова приходит задним числом и буквально прорастает эта черная подключка то есть все что она говорит получается наоборот мне интересно посмотреть каким образом посмотри каким образом ну и вижу это энергия с темного портала также мне считывается управление временем то есть я так полагаю что они заходят в прошлое и изменяют его так хорошо покажи елене что у нее есть такая программа на потери кто поставил и хочет ли она все это вернуть тому кто это на нее навесил да я говорю чтобы она приказала очень грозно чтобы приказала чтобы насчет три елена все забрала от нашей елены все эти программы установки гипнотические воздействия а елена пусть наполняется этими высокочастотными энергиями благополучия радости она сама знает и выталкивает из своей энергосферы все то что ей не принадлежит и одновременно излечивает все свои эфирные тела восстанавливает всю целостность своей энергосферы да она это сделала я говорю чтобы она сейчас отсекала она может огнем сжечь все вокруг себя расчистить все свое пространство стереть со всех информационных полей ничего не было да она сейчас пространство все посветлело стало светлыми чистку а энергосфера елены увеличилась я говорю чтобы она сейчас может потренироваться она может повышать вибрации до такого уровня когда она чувствует комфортно чтобы она попросила сейчас свое подсознание включать свою защиту автоматически при любой попытке подключиться к ней кому бы то ни было включить все свои внутренние резервы на то чтобы оттолкнуть вытолкнуть врага туда откуда пришел да еще заразить своими высокочастотными энергиями антивирусной программой так называемой которая возвращаясь по этим подключкам к тем откуда это воздействие пришло чтобы уничтожало сразу я говорю что иммунитет на это зло имеют те кто его прожил пережил и испытал я говорю сейчас что елена сейчас может все потому что она этот опыт прожила у нее есть иммунитет на зло и она может активно им пользоваться так получается у нее да хорошо отлично как сейчас выглядит ее формирование она сейчас выглядит свободная как ангел хорошо тогда давай разберем пару вопросов елена хочет отказаться от своего крещения и крещения своего сына максим я говорю чтобы она зашла в тот момент когда она принимала это крещение я вижу она расторгает контракт сейчас она как бы проходит во времени вперед и расторгает контракт крещения ребенка отлично хорошо идем дальше так ирина хочет узнать все ли у нее в порядке с атлантом позвонком почему-то у нее появился такой вопрос видишь сейчас она мне показывает нет он как бы не стоит на своем месте в отношении в другим позвонкам он имеет другой цвет и другое направление говорю что это в ее силах сейчас изменить положение на атланта на эфирном плане то есть на плане энергии и программ и выставить его в идеально правильном положении и закрепить его так я говорю что она может зайти в тот момент когда этот участок я позвонка был нарушен когда это произошло природах пусть зайдет в этот момент я говорю что нам может повысить свои вибрации да он как будто бы вот этот голубой неправильный он выпадает повышает свои вибрации я говорю что она может поговорить своей мамой естественным путем легко очень все родится также вот я вижу как она его буквально так встряхивает я говорю чтобы она его проверила по геометрии по всем этим точкам соприкосновения чтобы все было правильно и сейчас так интересно на как будто бы проснулась будто бы это на нее так действовало чтобы она была в каком-то положении как бы сонном что ли при смещении атланта пережимается кровоток в мозг сделала да хорошо отлично соединись от этой ситуации вопрос елена хочет спросить у своего подсознания как открыть ясновидение может ее подсознание что-то не сказать подсказать что и нужно сделать говорит процесс длительный да не быстро говорит эволюционно все само придет со временем когда нужно потому что показывается вот эти темные энергии вероятно так ее подсознание закрывает этот канал чтобы не стать жертвой потому что они уже была попытка к ней подключиться темным чтобы через нее подключать других потому что она тех людей которые работает в эфирном пространстве у которых есть видение как бы ведется охота хорошо отсоединись от этой ситуации давай вернемся к эфирному телу елена посмотрим на него сейчас все ли в порядке ничего ли ей больше не мешает она сейчас похожа как ангел крылья свободные да да хорошо так ну тогда последнее елена хочет передать информацию всем своим родственникам и всем остальным людям кто захочет взять и оставить ее в свободном доступе гофирном пространстве да я вижу что она это оставляет какой-то пояс из каких-то звезд отлично спроси у елены все ли мы для нее сделали что должны были сделать на этом сеансе да и она показывает как у нее засияла 6 7 чакры буквально такой как фонтан энергии пошел отлично мы можем завершить работу для нее да хорошо тогда давай с ним прощаться проверяй пространство вокруг себя все ли чисто да все чисто хорошо тогда будем выходить я сейчас посчитаю от 1 до 3 и ты вернешься в настоящее откуда я с тобой разговариваю ты будешь чувствовать себя отдохнувший будешь чувствовать себя превосходно 1 2 3 открывай глаза не к как себя чувствуешь глубоко зашла сиди приходи в себя членов чате микрофон расскажите были какие-то ощущения сначала где-то в середине сеанса у меня вот здесь затылочная часть прям такое тепло разливалось потом когда вика сказала уже что чистая энергосфера у меня по всему телу прямо какие-то вибрации вот прямо вот все все прям завибрировал и когда про атлант то прямо до сих пор вот здесь вот ощущение четко ощущалось хорошо наконец-то очистилась полностью потому что на самом деле века вот сегодня у меня совершенно другие ощущения чем там когда я проходил проходила тогда сеанс у меня было какое-то вот такое что что-то вот не все или не так что-то как-то вот недоделанности как будто что-то как-то окончание не было какого-то не чувствовала сейчас совершенно другие чувства хорошо скажите пожалуйста мы можем опубликовать сеанс лицо оставить открытым можете отлично спасибо тогда все вы свободны до AU��다 да 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 До свидания.